В эфире новости губернии и вот о чем расскажем. На восстановление набережной в Иванове, где летом этого года в реку сползли габионы, уйдет 48 миллионов рублей. Работы будут развиты на два этапа. Какие, смотрите наш эфир, вы все узнаете. Мы находимся на предприятии Спанлайн, оно работает с 2021 года. Выпускает нетканные материалы по технологии Спанбон, которые широко используются в экономике нашей страны и за ее пределами. Спанбонд – это не только технология, это и сырье для одноразовых медицинских изделий, дорожного полотна, укрывного материала в сельском хозяйстве. Все подробности в нашем материале. Октябрьские и Ленинские районы вновь воссоединили. Банный мост, который долгое время представлял опасность для ивановцев, отремонтировали. Меньше недели потребовалось патриатчику, чтобы, наконец, привести путепровод к нормативу. Я вхожу в свой сад, в сад, где мое сердце. Так писал в своей книге Леонид Шуйский. Именно в этом саду он работал и выращивал редкие растения. Здесь ему и установили памятник. Все подробности в нашем репортаже. Ну и также не пропустите сладкая национализация. История кондитерской фабрики «Красная заря». Без паники, ковидная статистика и мутирующие штаммы. Возмездие, за что Ивановка подала в суд на мэрию, об этом и не только совсем скоро. Теперь об этих и других темах подробнее. С вами Наталья Сергеева. Добрый вечер. На восстановление набережной в Иванове, где летом этого года в реку сползли габионы, будет потрачено порядка 48 миллионов рублей. Работы будут разбиты на два этапа и завершатся только в следующем году. Моя коллега Алина Марчева расскажет подробности. Напомним предысторию. В конце июля на набережной в районе Соковского моста были выявлены подвижки грунта. Просела тротуарная плитка. Тогда городские власти оградили опасный участок и сняли плитку, чтобы укрепить берег. Но начать работы не успели. 1 августа габионы, камни поверх которых установлена металлическая сетка, сползли в реку. Эта укрепляющая конструкция используется в разных видах строительства. Для защиты дорог, опор мостов на набережной Уводе, для защиты берега от размывания. В мэрии подчеркивали, укрепление появилось на Уводе в 2010 году. Однако оно было установлено не так, как по всему берегу. Практически везде габионы идут под наклоном, а в месте обрушения вертикально. По мнению чиновников, тогда конструкция не выдержала паводка. Вместе с габионами в реку рухнула часть ограждения и некоторые фонари. Сейчас место обрушения по-прежнему огорожено забором и сигнальными лентами. Ровно два месяца назад наша съемочная группа работала на этом же месте и рассказывала, на каком этапе работы. Тогда чиновники пояснили, в конце сентября, начале октября запустят закупочную процедуру по восстановлению набережной. Планировали, что работы начнутся в начале ноября. Нужно успеть до морозов, чтобы предотвратить дальнейшее сползание грунта после таяния снега весной. Сегодня в мэрии уточнили, 23 ноября будет определен подрядчик на проведение работ по ремонту набережной. Сумма контракта порядка 48 миллионов рублей. Работы разобьют на два этапа. К первой стадии подрядчик приступит уже в этом году. Он достанет габионы из реки, установит сваи и начнет заливку подпорной стенки. Второй этап продолжит в 2024-м. Останется обустроить тротуары и габионы. В мэрии называют несколько причин, почему восстановление набережной займет несколько сезонов. Зимой можно выполнять не все виды работ, во-первых. Во-вторых, финансирование в этом году только предусмотрено 15 миллионов на эти цели, оставшиеся средства в 2024 году. Также объем работы все-таки достаточно большой и выполнять работы раньше не представлялось возможным, так как проектно-осметная документация не была разработана. В администрации также напоминают. Уводь изначально не была такой прямой, какой мы ее видим сейчас. Берег создан искусственно. Русло реки было извилистым. Один из самых широких разливов можно было наблюдать у цирка. И только приблизительно в 30-е годы прошлого века началось спрямление уводи. Алина Марчева, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Ивановская фабрика «Красная заря», как и все предприятия, входившие в холдинг «Конти Рус», национализирована. Ленинский районный суд города Курска вынес решение по искам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Акции группы компаний принадлежали гражданам Украины, которые, как установил федеральный надзорный орган, спонсируют украинские вооруженные формирования. По информации газеты «Коммерсант», ответчиками по искам выступали влиятельные украинские бизнесмены и политики, в частности, Ренат Ахметов и Борис Колесников, бывший вице-премьер Украины. Суд признал их деятельность экстремистской. Акции кондитерского холдинга обращены в доход государства. При этом он обязал руководителей и в целом менеджмент компаний, входящих в «Конти Рус», обеспечить работу всех юридических лиц, а также выполнение ими обязательств, в том числе выплату зарплат. Руководство АО «Конти Рус» практически сразу прокомментировало решение суда, заявив, что продолжит работу, но тем более, что их обязали сохранить производственные мощности и коллективы. Напомню, Ивановская фабрика была выкуплена холдингом «Конти Рус» после очередного банкротства в 2021 году. «Красная заря» – одно из старейших кондитерских предприятий страны, работает с начала прошлого века. В 2010-м производство было перенесено из центра Иванова на окраину. В начале 2013-го на предприятии началась процедура банкротства. Выпуск сладостей был остановлен. В 2014-м пришел новый инвестор, который перезапустил предприятие. Однако к 2018-му году кондитерская фабрика вновь оказалась в кризисной ситуации. «Красная заря» встала, долги перед работниками были окончательно погашены лишь с приходом инвестора. С 2021-го года в Иванове работает предприятие по производству нетканого полотна по технологии «Спанбонд». Готовые продукции широко используются в различных отраслях экономики. Но, кроме того, здесь создано новое производство, выпуск изделий из пластика, которые широко используются в повседневной жизни. Все подробности у Ирины Афониной. Материал, но платье не сошьешь. Его не ткут, его вырабатывают из полипропилена фильерным способом. Расплавленные гранулы, проходя через фильеры, преобразуются в тонкие нити. Из них и получается полотно – спанбонд. Спанбонд – это нетканный материал, который, в отличие от ткани, имеет более дешевую стоимость, низкую стоимость. А конечный продукт из этого – это для садоводов, укрывной материал, для аграрного сектора. Это одноразовые простыни для медицины и косметологической отрасли. Станок, на котором производится спанбонд, настраивается автоматически. Только полипропилен засыпает вручную. На выходе получается спанбонд, то есть готовая продукция. То есть от девятой плотности, вот как сейчас делаем, 9 грамм на метр квадратный до 150. То есть вот это то, что делаем 9 грамм, 10, 12 – это большинство медицины. То есть халаты одноразовые, маски и так далее. Показатель плотности регулируется скоростью. Чем ниже, тем плотнее ткань. Рынок диктует вектор развития, комментирует коммерческий директор подразделения, где выпускают спанбонд. Спанбонд, да, в основном используется как сырье для других производств. Мы построили цех и запустили оборудование по производству собственного продукта. Мы вышли на все основные маркетплейсы, закрепились уже там. И, скажем так, наш бренд уже узнаваемый. Также мы планируем выходить, выходим. Также мы выходим в сети, в сетевые магазины, в розничные сети. Продукцию изготавливают под конкретные требования заказчика. Поставляют не только на внутренний рынок, но и в ближнее зарубежье. На предприятие с рабочим визитом приехал глава областного центра. Владимир Шарепов бывал здесь в самом начале работы. Отметил, в 21-м году был один корпус. В 23-м мощности значительно выросли. Сейчас здесь уже целый завод. Развивается на привычной производственной площадке, на территории бывшего мебельного комбината. Если говорить в целом о городе, то в 20-м году у нас был резкий скачок по приросту инвестиций, примерно 140%. Сейчас мы стараемся удерживать его на этом же уровне. То есть это примерно 15,5 миллиардов в год инвестиций только в пределах города у нас прогнозируется на конец текущего года. На этом предприятии также выпускают изделия из пластика. На термопласт-автоматах производят различную литьевую продукцию. К примеру, сейчас на этом станке выпускают под заказ пластиковые лотки. Сейчас у нас есть в разработке порядка трех-четырех новых пресс-форм, которые нам дадут загрузку еще дополнительно трех станков где-то круглосуточно. Здесь представлена практически вся пластиковая фурнитура, которая выпускается предприятием. Край у нас текстильный, очень много текстильщиков. Это одно из основных дополнений к спонбонду как раз для производства сумок, чехлов, каких-либо упаковочных вещей для текстиля в первую очередь. К примеру, рассказывает Юля, это ручки, которые впаивают в пакеты. Усилители для тех же пакетов. Пластиковые канты из спонбонда, которые вшиваются в сумки для придания жесткости. Нам сейчас Юлия, коммерческий директор, рассказала о той дополнительной фурнитуре, которую выпускают на этом предприятии. Вроде казалось бы мелочь, а без нее никак не обходится наша бытовая жизнь. В перспективе вновь планируют расширение ассортимента, закупку нового оборудования и создание рабочих мест. Ирина Афонина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Число заболевших коронавирусом в стране выросло почти на 23%. Статистику за прошедшую неделю публикуют на сайте «Объясняем.РФ» в спецразделе, посвященном COVID-19. Количество госпитализаций тоже растет, но ненамного. Всего в России с 6 по 12 ноября с диагнозом коронавирусная инфекция в больнице были доставлены почти 5,5 тысяч человек. В Ивановской области за неделю выявили 390 случаев COVID-19, что на сотню больше, чем неделей ранее. А вот госпитализации стало меньше на десяток. В больницу с этим диагнозом доставили 42 человека. Один пациент умер. В минувший понедельник в столице обсуждали пробку из машин скорой помощи, которая образовалась у первой инфекционной больницы. Некоторые СМИ связывали это с эпидемией и новой волной COVID-19. Ну и кроме того, ранее глава Роспотребнадзора страны заявила о том, что в ноябре были обнаружены 10 случаев нового штамма коронавируса – пирола. Однако в столичном Депздраве пояснили, что скопление машин вызвано лишь спецификой работы больницы, а не повальным числом госпитализации с коронавирусом и пневмониями. В Департаменте здравоохранения нашего региона сообщили, что на данный момент в инфекционном стационаре первой больницы развернуто 150 коек. И об открытии дополнительных отделений речи пока не идет, поскольку стационар рассчитан на 360 коек. И о перепрофилировании речь пойдет только в случае самых негативных сценариев. Что касается пневмоний, то за прошлую неделю их зарегистрировано 16. В тот же период прошлого года их было вдвое больше. Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало статистику по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость, по данным специалистов, ниже эпид-порога. По региону с признаками острой респираторной вирусной инфекции за прошлую неделю обратились чуть более 5,5 тысяч человек. К другим темам. Министерство обороны России опубликовало видео. На нем ивановские десантники захватывают новые позиции врага. На кадрах работу штурмовой группы по зачистке позиций украинских войск на западном фланге артемовского направления. В Министерстве обороны отмечают, выполняется задача уничтожения украинских формирований, старающихся обойти город с флангов. После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы Ивановского подразделения Шторм незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, добавляют в Министерстве обороны. Специализированную посылку в зону СВО отправили сотрудники Ивановской станции скорой помощи. В медицинской роте 217-го парашютно-десантного полка 98-й дивизии коллеги передали разного рода санитарные носилки, шины, которые используются при переломах, механические аспираторы, биксы для стерилизации медицинских изделий. Ну и, конечно, передали приветы и пожелания мужества, сил и терпения. Прокуратура просит через суд обязать ТСЖ в Иванове привести в порядок балконы жилого дома номер 15 на улице Громобоя. Напомню, по этому адресу находится дом Горсовета. Он был построен в 30-х годах прошлого века и является объектом культурного наследия, как яркий представитель конструктивизма. Год назад мы рассказывали, как жильцы этого дома оказались в тупике. Летом прошлого года 15-й дом на Громобое обследовала межведомственная комиссия. Аварийным зданием не признали, но спокойнее жильцам от этого не стало. Фасад дома и балконы в удручающем состоянии. Тогда городские власти дали рекомендации выполнить отмостку, отбить либо демонтировать места разрушения. И все это жильцы должны были сделать за свой счет, ведь они ушли от управляющей компании и организовали товарищество собственников жилья. Однако средств на счету нет, а ремонт или снос только одного балкона обошелся бы в 30 тысяч, а их около 14. В этом году прокуратура провела проверку и установила, что ТСЖ нарушает закон о содержании общего имущества многоквартирного дома. В частности, не устраняет разрушение балконных плит, а они располагаются в непосредственной близости к пешеходной зоне, что представляет опасность для горожан. Судебное заседание назначено на 22 ноября. Короткая реклама будет впереди и после нее продолжим. Октябрьские и Ленинские районы вновь воссоединили. Банный мост, который долгое время представлял опасность для ивановцев, отремонтировали. Меньше недели потребовалось по трячику, чтобы наконец привести путепровод к нормативу. Я вхожу в свой сад, в сад, где мое сердце. Так писал в своей книге Леонид Шуйский. Именно в этом саду он работал и выращивал редкие растения. Здесь ему и установили памятник. Все подробности в нашем репортаже. Это новости губернии. И мы продолжаем. Октябрьские и Ленинские районы снова воссоединили. Банный мост в Иванове, который долгое время представлял опасность для горожан, отремонтировали. Меньше недели потребовалось подрядчику, чтобы наконец привести путепровод в нормальное состояние. Что было сделано за столь короткий срок, проверил Владимир Еремин. Вот так подвесной мост через Увадь выглядел еще на прошлой неделе. Кругом торчащие гвозди и прогнившие доски. Ивановцы давно жаловались на аварийное состояние банного моста. 9 ноября путепровод полностью закрыли на ремонт. А в начале этой недели представители мэрии и общественности принимали полностью выполненную работу. Замечаний по работе подрядчиков на сегодняшний день нет. Осталось только вывести остатки строительного мусора. Но подрядчик обязуется это восстановленным сроком, восстановленным контрактом сроки ликвидировать. Работа подрядчикам выполнена раньше оговоренного срока на целые сутки. Как заверил чиновник, подготовка проектно-сметной документации по ремонту банного моста администрация начала задолго до массовых жалоб Ивановцев. Народный фронт по данному участку тоже обращались по данному мосту. Но сегодня мы провели общественную приемку данного объекта. И конечно нареканий сейчас на данный момент нет. Тем более подрядная организация дала гарантию на данный мост. Каков точный гарантийный срок эксплуатации деревянного настила, представитель подрядчика ответить журналистам затруднился. Назывались цифры и три, и один год. Произвели замену лака, настила, моста. Все сделали. Постарались сделать быстрее установленного срока. Вся доска пропитана огнебиозащитой. Под путепроводом пролегает теплотрасса. Она частично, как и раньше, будет влиять на долговечность технического сооружения. Сейчас подвесной мост больше не напоминает клавиши фортепиано. Доски под ногами, как мы видим, не поднимаются. Риск запнуться, испортить обувь или даже покалечиться у пешеходов больше нет. Каков запас прочности обычных досок размером в 50 сантиметров, покажет время. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания БАРС. Ну а еще в сентябре жительница областного центра получила на банном мосту сильную травму и намеренно компенсировать нанесенный ей вред. Ущерб она оценила в миллион. Как рассказала нашему корреспонденту Галина Лаптева, дойдя до середины моста, она запнулась о торчащей гвозди, упала и потеряла сознание. Пенсионерке встать помогали прохожие. Позже врачи диагностировали у женщины закрытый перелом плеча и установили металлическую пластину. Сейчас она проходит курс реабилитации. Утешительных прогнозов медики не дают. После несчастного случая пенсионерка подала заявление в Ленинский районный суд. Ущерб пострадавшей оценила почти в миллион рублей. Первое заседание назначено на конец ноября. В настоящее время Галина Лаптева ищет очевидцев несчастного случая, который произошел на мосту ранним утром 1 сентября. Фермер-аферистка из Ивановской области похитила миллион триста тысяч рублей с федерального бюджета и теперь осуждена за мошенничество. Ленинский районный суд приговорил гражданку к трём годам условно с испытательным сроком в четыре года. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ. Его суть такова. Председатель крестьянско-фермерского хозяйства ввела в заблуждение областной департамент сельского хозяйства и получила грант на покупку сельскохозяйственной техники. Однако все деньги потратила на личные нужды. При этом фермер не могла не знать, что грант целевой и её траты будут проверять. Теперь мошенница получила судимость и обязана вернуть государству миллион триста тысяч. Департамент сельского хозяйства добился этого, выиграв судебный иск. Виноград, грецкие орехи, кактусы и даже маслины – это и многое другое в своём саду выращивал профессор Леонид Шуйский. Его имя известно, к сожалению, только узким специалистам, а человек поистине выдающийся, своего рода мичурин нашего края. В саду, который он взрастил и так гордился этим летом, установили памятник. На месте побывала моя коллега Юлия Сёмина. Зефиров. Именно такая фамилия была при рождении. Шуйский – псевдоним. Учёный-селекционер закончил отделение МГУ и сельхозакадемию имени Тимирязева. Этот участок площади около трёх с половиной тысяч квадратных метров был официально за ним закреплён, получил от друга. Благодаря учёному здесь произрастало множество редких растений. Шуйский был одним из главных специалистов по гречихе. В его коллекции насчитывалось более пяти тысяч сортов. Садовники и огородники охотно обращались к профессору за советом, а он с удовольствием делился опытом. К нам приходили жители города нашего, то есть уже глубокие пенсионеры, которые в своё время ребятами, школьниками из близлежащих школ приходили сюда, к Леониду Петровичу. Они ему помогали здесь, пропалывали растения, поливали что-то. То есть в военное время он занимался здесь с детьми. Это очень интересная информация, очень интересно познавать, всё это узнавать. То есть рассказывали, каким он был человеком. Весь в себе и работе занят наукой. Именно таким помнят профессора и его подопечные. Несмотря на это, он уделял ребятам внимание, рассказывал много интересного. А они открывали для себя мир новых растений. Фотографии Леонида Петровича найти будет трудно, практически невозможно. Но одна всё-таки есть. Это единственная фотография, которая явилась прототипом памятника. То есть здесь он в своём саду? Здесь он в своём саду, здесь он с маньчжурскими орехами. То есть той культурой, которой он посвятил больше всего внимания своего. Да, больше всего работал с ним. Далеко не все понимали и принимали натуру профессора. Его травили, мешали работе. Опытное поле новых культур. Дело восьми лет жизни Шуйского. Эта лаборатория под открытым небом была в Калинове. Там испытано более 400 растений. Акклиматизированы южные сорта. Но в 40-м году посадки уничтожили. А Шуйского уволили. Загубили и другие начинания профессора. Например, школьный опытный показательный участок Усоковского моста. Виноградники в Юревце. А Шуйского арестовали. Выпустили через 40 дней. Достойную работу найти было уже трудно. Этот сад единственное, что оставалось у Шуйского. Здесь, в центре Иваново, он выращивал несколько сотен разных растений. Виноград, маслины, черешни, грецкие орехи и даже кактус. Крупные деревья, выращенные Шуйским, до сих пор остались в этом саду. Вот, например, вермутово сосна. Неподалеку – белая акация. А эту теплицу профессор построил сам. Теперь здесь оранжерея. Содержит коллекцию тропических растений. Посмотреть можно на деликатесную монстеру, коллекцию кактусов и юку, привезенную из Крыма. А это амурский бархат, двудобные растения. Ствол дерева ощущается как пробка. Теплый, бархатистый и упругий. Но Леонид Петрович был не только ученым. Сохранился еще один интересный факт из его жизни. Леонид Петрович Шуйский был еще и поэтом. В юности он публиковался. Я думаю, он был поэтом в самом широком смысле этого слова. Но не тихим мечтателем, не тихим лириком. Он хотел изменить миру. И, по сути, он бросал вызов природе. Но зачем он хотел заполучить в страну морозов южные побеги? Да, для того, чтобы сделать жизнь людей здесь лучше. Ведь он акклиматизировал лекарственные травы, лимоны, апельсины, для того, чтобы ивановцы имели витамины зимой. Он пытался акклиматизировать хлопок и каучуковый, для того, чтобы местная промышленность была независима. И во многом ему это удалось. Сейчас сад акклиматизации южных растений Дендрарии Верхневолжского агробиотехнического университета. Памятник Шуйскому установили этим летом на средства фонда президентских грантов. Автор скульптуры Игорь Бычков говорит, работал над памятником не один. Еще специалисты завершили работы по обустройству и посадке памятной аллеи. Посадили саженцы, установили лавки, оформили дорожки. Еще подготовлена и издана книга «Сад акклиматизации южных растений. Прошлое, настоящее, будущее». Возможно, после этого про сад узнают не только ивановцы, но и жители других регионов. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Переде новости синоптиков. Расскажем о погоде. Ивановский государственный университет приглашает 19 ноября в 10 часов на День открытых дверей. Подробную программу смотрите на сайте и в соцсетях ИВГУ. В среду в нашем регионе ожидается пасмурная погода, снег. Температура воздуха днем в районе 0 градусов. Ветер западный. 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 89%. В ближайшие пару дней, по прогнозам синоптиков, показания термометров достигнут минусовых отметок, а на замену дождю придет снег. Внимание! Черная пятница продолжается. 19 ноября в текстильном центре Рио. День распродаж. Все товары в розницу по оптовым ценам. Приглашаем! И к этому часу все. Текстовые фото и видеосообщения к нам в редакцию. Присылайте по номеру телефона, который видите на своих экранах. Информационные итоги дня подведем в 20 часов 30 минут. До встречи!